посмотрите какие красивые лучи восходящего солнца на моем лице а все потому что сейчас 6 часов утра сегодня 9 июня и наконец-то первая поездка за полтора года конечно это не какая-то поездка мечты за границу это в пределах украины мы едем в киев но все равно это на 5 дней нас довольно долго не будет дома даже на 6 считаете и мы собирали чемодан я считаю что это полноценное путешествие правда в пределах страны я проснулась и когда не было еще даже трех поспала буквально полтора-два часа не знаю сейчас посплю или нет мы сняли квартиру на rvnb хорошо что хозяин разрешил пораньше заехать можно будет спокойно разложить вещи и даже если захочется еще поспать принять душ конечно тюнюшка сама не осталась дома никогда не оставляем ее само обязательно кто-то приезжает нашу квартиру и сидит с ней будем по ней скучать я ее погладила на прощание очень грустно но сказала чтобы она не скучала и не переживала чтобы скоро вернемся вот так и живем 6 часов утра что ты там делаешь на том компьютере ложись спи мы прям супер быстро заселились огромная благодарность хозяйке этой квартиры потому что мы приехали в 10 часов киев в 10 30 может заселились хотя на airbnb указано три часа дня заселения так что ей огромная отдельная благодарность вот наш чемодан здесь я стою в коридоре быстренько покажу вам сейчас рум-тур пока мы еще не засрали эту квартиру и не разложили вещи и тапочки есть в общем я так быстренько посмотрела в этой квартире есть прям все необходимое все и даже больше вот такой шкаф большой стоит в коридоре ну и по дизайну конечно сейчас посмотрите но квартира это отличная такая зеркальная дверь то я с коридора захожу в ванную стиралка здесь красивый умывальник огромное зеркало и такая стеклянная перекоротка в общем ванна мне нравится когда в ванной есть большое зеркало то это все я конечно выгляжу как человек с поезда с дороги который проснулся в три часа ночи поэтому все честно не ну посмотрите крутая же ванная бойлер там есть и гели для стирки я думала даже вот эти вещи с поезда сейчас закинуть чтобы их постирать и посушить а теперь с ванной мы выходим в коридор потолок в коридоре ну в общем мне прям дизайн очень нравится это прихожая вроде что-то совмещенной костиной с кухней здесь тоже стеклянная дверь большой телевизор такая декоративная стена с этой стороны на стеклянный столик дальше здесь есть выход на балкон балкон с таким панорамным остеклением обалденный просто кстати эта квартира находится в центре буквально там одна станция метро до крещатика дальше с этой стороны у нас есть столик с двумя стульчиками сверху люстра и мы проходим в кухню мне очень нравится что здесь есть окно это прям какая-то моя мечта окно на кухне то есть что эта квартира меня подкупила большим зеркалом ванной и окном на кухне тоже есть все необходимое и плитка есть и микроволновка и чайник и вся необходимая посуда то есть если даже кому-то хочется готовить или разогреть вся посуда бокалы все тарелки вилки ножи все что нужно все есть вот так кстати выглядит вид из окна и в этой квартире есть еще отдельная спальня давайте тоже вам ее быстро покажу огромнейший просто шкаф тоже уже заглядывала что и здесь есть куча разнообразных полок с этой стороны кстати еще есть один кондиционер аж два кондиционера в квартире здесь есть утюг и дальше я покажу есть еще гладильная доска прям заселяйся и месяц живи с этой стороны тоже ремонт и дизайн обалденный классные светильники такая декоративная стена здесь кстати очень много света здесь выключатели огромная куча разнообразных подсветок ночью это будет выглядеть совершенно по-другому вот та стена она подсвечивается она выглядит такой рельефной текстурной мне кажется дизайнеры здесь плане освещения оторвался на славу с этой стороны телевизор еще один-два телевизора такие полочки очень интересные и все что в поезде одна картина что дома одна картина одинаково меняется просто локация так что квартира я супер довольна буду с удовольствием жить здесь все эти дни сейчас разложим свои вещички вот чемодан первый чемодан за полтора года как тебе мне нравится классно хоть темная но мне она наоборот нравится из-за этого хуже лучше чем ты ожидал лучше она оказалась меньше поэтому наверное из-за фотографии не знают этих и мне лучше я думала она хоть и с ремонтом но уже такая как любят на армии вытягивать квартира 10 метров а там вытянуть ее как будто бы на 40 ну да отдельная полноценная спальня свободно здесь ходить и куча места здесь тоже куча места все красиво а свет кстати я так и не поняла как вот эту текстурную подсветку сделать вот она ура наконец-то надо разобраться с выключателями их тут просто овер мне конечно потребовалось какое-то время чтобы это драйвь себя от кровати потому что усталость какая-то просто нереальная еще начала голова болеть но я все-таки взяла себя в руки и разложила все вещи собралась делаю рывок на улицу главное его сделать а там все пойдет уже как по маслу вы только посмотрите какая здесь красивая картинка положила некоторые свои вещи вот так прям этот кусочек будет и забрала к себе домой выйти то я вышла а поснимать на прогулке ничего не поснимала просто потому что у меня не было сил в итоге мы погуляли по торговому центру вообще по центру в принципе погуляли даже не было сил дойти до кафе в которое хотелось поэтому заказали сейчас доставку еды ну и плюс супермаркете купили какие-то продукты чтобы завтра перекусить в общем называется кафе хлебный у них есть такие готовые буллы и плюс у них еще разная очень вкусная выпечка взяли два булла очень быстро привезли буквально минут 15 уже все на месте здесь миндальный круассан и пончик должно быть все очень вкусное конечно не хватает единственное какого-то горячего чайка под это все сейчас будем кушать и я наверное хочу спать уже прямо сейчас может надо поменьше круассаны брать сделала только что зарядку у меня дико болит и вот здесь шея я не знаю после чего это возможно как-то неудобно спала или еще что-то ну или просто я уже старая здесь у меня приготовлен подарочек моей подруге купила ей вот такой лосьон для рук и тела из зарыхом выбрала с вот этим ароматом потому что он мне показался таким самым свежим она как я знаю такие ароматы любит и еще купила вот такую симпатичную чашечку мне кажется ей должно понравиться позже скажу все в этот пакетик и сейчас буду завтракать нашла круассан который вчера купили и еще в сельпо купила вот такой смузи который состоит из ягод и бананов хочется мне конечно какого-то хорошего кофе но наверное перекушу и там уже в городе с ней куда-то зайдем вчера у нас остались здесь суши но я посчитала что их уже поздно есть так что купили разных еще фруктиков тут персики яблоки бананы яблоки я правда еще не ем потому что мне их еще тяжело есть в общем такой у меня сейчас будет завтрак полевых условиях и буду уже собираться вчера кстати я постирала вещи не то что они какие-то грязные были но у меня вот это ощущение одежды после поезда нужно постирать когда мы приехали мы обратили внимание на вот это здание что оно какое-то крутое и вот то здание рядом с ним оно светилось вчера ночью просто нереально в общем нас тут окружают какие-то жека богачи morning year а a i и что и день удался и и сегодня был такой замечательный день так хорошо погуляли и я даже несколько вещей себе прикупила в страдивариусе вот такое украшение нашла я решила что это похоже на зубы поэтому купила их себе на память своих теперь нет поэтому будут чужие еще в заре хом купила диффузор но там такая история конечно приключилась сначала выбирала между тремя запахами металась между black vanilla потом запахом лайнен и вот этим dark amber в итоге выбрала его купила была довольно просто как сон потому что запах невероятный и в итоге мы ходили гуляли из пакета очень классно пахло и часов уже в 9 вечера заметили что пакет полностью мокрый что коробка мокрая и вообще дико все потекло в итоге мы вернулись в магазин консультант проверил действительно была как-то крышка не плотно закручена и самое интересное что во всей серии вот так то есть какой-то брак я выбрала обменять а теперь думаю как я буду вести его домой вроде бы это плотно закручено но все равно теперь есть какие-то опасения в общем я шла за black vanilla но так чисто случайно познакомилась с этим ароматом и решила оставить его здесь в основных нотах бергамот гвоздика цветок и ланг и ланга жасмин кедр и сандал не могу сказать что слышу все эти ноты но пахнет очень сильно приятно и особенно это все ощутили когда вылилось ну вот осталось где-то вот так в том флаконе со мной даже никто не спорил потому что я даже до дома не успела дойти все это уже пролилось и вылилось и большое спасибо консультантам что просто без лишних вопросов поменяли то что честно говоря я расстроилась эти диффузоры они не дешевые скажем так поэтому остаться с носом было крайне неприятно надеюсь что домой довезу его в целости и сохранности и будет меня он радовать в общем покупочкой я довольна во внимательность была подсветка у этого зеркала я ходила краситься на кухню потому что здесь было мне темно я обожаю себя а у меня здесь приятное доброе утро пока мы время проводим не вместе дима заказал мне завтрак домой из хлебного это сырнички два топинга есть сметанка и наверное это сгущенка и кофе но кофе не в самом лучшем виде приехала поэтому я перелила в свой стаканчик его и вот те приборы видно что разлилось немного но ничего страшного сейчас буду собираться с подругой навстречу и краситься поэтому давайте я вам вкратце покажу что я взяла из декоративной косметики сразу скажу выбор был просто нереально тяжелый потому что косметики дофига а нужно было выбрать что-то чтобы поместилась косметичку кстати это косметичка call beauty в которой часто приходят какие-то гудики еще кисточки понятно не всем я взяла от эко тулсы кисти для пудры потом я взяла из набора кисточки для глаз это от иконик ландон у меня целый набор от реал техника я взяла для пудры под глаза также от люкси я взяла кисточку для бронзера и еще у меня от спектрум кисточка которой я наношу хайлайтер вот в принципе и все такой прям минимальный у меня набор кисточек получился из пудр я взяла пудру от tower glass рассыпчатую и еще пудру от charlotte килпери которую я наношу под глаза и на т-зону взяла двушку film star от шарлотты со скульптором и хайлайтером не могу открыть одной рукой тональный тоже от шарлотты вот этот легенький взяла в оттенке 1 fair тушь я взяла sky high от maybelline из блесков для губ я взяла две штучки 2 у меня в сумке лежит 1 это блеск формуле крема от фэнти бьюти в оттенке фэнти glow и еще у меня есть прозрачный в обычной формуле но он где-то в сумочке у меня лежит взяла вот этот spf под макияж из консилеров я взяла две штучки от charlotte tilbury первом и втором оттенки 1 вот заканчивается там его совсем немного осталось поэтому я побоялась что он закончится и взяла их 2 смешиваю пока так наношу для бровей я взяла в оттенке tau по анастасию паверли hills микроматик и взяла еще от charlotte вот этот новый карандашик но такой момент я в обзоре об этом не сказала потому что ну как бы тогда той проблемы не было она вылезла у меня попозже у меня этот карандаш уже успел три раза сломаться грифель при том что я очень много как-то не выдвигала и сильно супер я не давила ну вот так получилось как-то не сильно приятно потому что на самом деле карандаш это дорогой и не очень много там продукта и три раза так сломаться это наверное месяц можно было то и два пользоваться поэтому я немного расстроилась ну пытаюсь прям совсем совсем немного сейчас его выдвигать но это не сильно удобно я даже не знаю почему он так начал себя вести вот это пока единственный минус который мне не нравится но от анастасии у меня тоже ломался но один раз за года два наверное такое было а с вот этим он у меня месяц три раза уже формула скорее всего более кремовая более мягкая из-за этого он и легче ломается гель для бровей я взяла тоже от шарлотты броу фикс базу нар взяла под тени также взяла вот эту штучку свою новую любимицу это корректор под глаза от шарлотты тоже вам рассказывала про него и за румяшек я взяла такую миниатюрку от нарс в оттенке арказм карандаш для губ я взяла всего один в оттенке 01 от вивен сабо это карандаш для губ из линейки с вишенками у них там классные блески есть скорее всего вы про них где-то слышали мне он нравится но я на канале о нем и не рассказывала еще но хочу сделать какую-то подборку бюджетной косметики но скажу такой спойлер это прям моя любовь любовь сейчас бюджетная из тени я взяла три штучки три разных вида теней первое это аур-класс это кремовые тени это однушка в оттенке аура любовь любовь моя и люблю не могу я просто очень часто ими пользуюсь я обожаю эти тени они великолепнейшие смотрятся на глазах я не могу просто передать как я люблю эти тени они просто зеркалят в такой нежнейший розовый у меня фотография в инстаграме я там даже ничего не обрабатывала на сирене фотка и мне столько комплиментов насыпалось я согласна полностью что эта красота нереальные баночки плюс они классно фиксируются их можно вот так просто по контуру растушевать и все минутка буквально и у вас красота на глазах также взяла от наташи диноны вот такую пятерочку она не мини конечно но я ее очень люблю за быстроту использования вот этот оттеночек я наношу в складку века вот этот ближе к внешнему уголку глаза вот этот ближе к внутреннему уголку и все макияж готов честно говоря использую только вот эти три оттенка вот эти два почему-то ну руки у меня редко когда-то ходят этот матовый он идеальнейший для складки века более идеального матового честно наверное я не встречала в своей жизни обожаю эту палетку очень красивые макияжи выходят с ней и очень 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 быстро и все очень просто и последняя вещичка в этой косметичке это новенькая палетка сравнительно новая она вышла зимой то есть буквально вот полгода ей этой новинки из четверок я села на кровать думала какую мне взять четверку чтобы она была очень универсальной быстрый и надо было заморачиваться и я взяла ее не пилоток не другие именно ее потому что я просто влюблена в эту формулу теней это такая запеченная формула честно говоря что он 40 не знакома до сих пор как-то не привлекают меня его тени не привлекают формулы но при этом в эту палетку я влюбилась и возможно действительно мне нужен tom ford вот этот оттенок розовый он просто нереальной красоты вот эти два этот больше зеленцой коричневый это тоже в принципе тоже зеленцой какой-то немножко но он более темненький а вот этот это такая красивая сияшка на нереально классно смотрится на глазах обожаю эту палетку очень часто ею пользуюсь при том что я могу даже не использовать никакой матовый я наношу этот оттенок на все подвижное потом сверху где-то на центр ставлю какой-то акцент и вот этот я могу в уголочек нанести такой набор у меня косметики я считаю это немного но это в моих пониманиях это немного косметики в принципе все по минимуму я брала но оттеню чтобы хотя бы какие-то варианты можно было сделать и под разную одежду и у меня никаких не возникало проблем я уже третий день пользуюсь этой косметичкой я открыла ее накрасилась спокойно все мне всего хватает и все и пошла поэтому я считаю что я долго конечно просидела но собрала классный такой комплект что я не могу что я не могу Субтитры сделал DimaTorzok Ну и раз я вам показала декоративную косметику, давайте покажу еще уходовую, которую я взяла Я взяла гель для душа от Molten Brown, это с ревнем и с розой, очень люблю этот аромат Взяла от Olaplex шампунь и кондиционер и взяла еще миниатюрку новенькой маски Так, это DimaTorzok Это санскрин от Caudalie А еще для ухода за волосами я взяла масло от Olaplex и термозащиту Это Aveda и все Дальше у меня здесь не очень презентабельная, но все-таки я даже дома так делаю Потому что переворачиваю контейнер для линзы и он должен где-то сушиться И спонж для макияжа тоже мокрый, его в косметичку не положишь Так что не презентабельная такая штука, но как есть И Floss Oral B, это мой любимый, я его просто постоянно беру для зубов Еще у меня Rokse Pasta, тоже постоянно беру Ну и Listerine, само собой, ополаскиватель И пользуюсь я электрической зубной щеткой Philips Но сейчас еще и обычной дополнительно из-за зубов Это моя любимейшая расческа Wet Brush Пользуюсь только ими последнее время Для лет еще BioTru раствор беру Тоже моя постоянная покупка Это насадки для щетки, сохнут они здесь И Foro еще с собой взяла Потому что в поездках, если честно, очень часто загрязняется кожа И становится хуже, чем дома Поэтому я не упускаю возможности лишний раз доочистить Конечно, можно было не тащить ее Но тогда, возможно, были какие-то проблемы с кожей Я решила не рисковать В пару к Foro сейчас я использую вот такой очищающий гель от марки Elimis Обалденная просто штука Настолько рада, что тогда заказала Boxi Cases Потому что безумно рада познакомиться с ним Очень нежный, очищающий Он так легко пенится, так приятно пахнет Но не сильно пенится Это вот мало пенящийся, но при этом хорошо очищающий гель Очень нежный, очень мне понравился Из тоников я взяла Клеерс Он классный, хорошо увлажняющий Мицеллярная вода от Кадали Ну так, я бы не сказала, что супер она мне понравилась Но добью ее обязательно Фреш дезодорант В принципе нормальный, но толковато сохнет Из лосьонов для тела я взяла от Glow Recipe Нравится мне его арбузный аромат Пенку еще одну взяла Вдруг нужно, да, очистить будет кожу Это корейская пенка На Хёрп она где-то мне попадалась В каком-то Кей Бьюти Бэге Она намного больше пенится И намного более жесткая, чем вот эта Для снятия макияжа от Evlom Бальзамы Эта версия мне больше нравится, чем Сорбет В такой круглой баночке Очень классная И без муслиновой салфетки Снимается хорошо Запах у этого геля Он такой специфический, но мне нравится Он такой травянистый Это патчи, которые фу-фу-фу Но взяла их, чтобы добить Не буду больше врать Отвратительные просто патчи Ну, само собой, здесь ватные диски у меня Ватные палочки Две такие косметички И плюс еще патчи я использовала Тоже хочу вам сейчас в коротце рассказать Чтоб я уже не тащила их домой Для пустых баночек А выбросила Вот эти от Erzo патчи Они и те, и те дорогие Но если выбирать из дорогих 111 скин прям лучшие Действительно, Erzo Они меньше убирали мне отек Но крепятся Они, кстати, не сползают Ни те, ни те Они хороши прям Ну, вот от 111 скин Эффект прям у меня был заметный И дома даже те, которые предыдущие Я из пачки использовала Такой же результат был Ну, такой средненький А от 111 скин прям меньше отек становился Кожа была более подтянутая Такая, ну, как и маски Их, они супер дорогие Но они реально классные И косметичка у меня здесь с уходом Что я взяла? Взяла кварцевый роллер От Амаровицы Люблю, не могу Классная покупка Я супер довольна, что вложилась Тогда в этот роллер Я им пользуюсь уже 2 года И горя не знаю Взяла спрей от ОК Тоже хороший Такой густой Увлажняющий спрей Вот эту маску я наношу на губы Перед сном Уже когда свой вечерний уход заканчиваю Тоже уже почти заканчиваю эту баночку Этот крем для глаз я наношу утром Вот именно с утренними проблемками Он классно работает И на ночь, если я его наношу То я замечаю, что кожа утром лучше выглядит Мне нравится Я его тоже заканчиваю Уже возможно даже повторю В составе как будто вот чуточку перламутра какого-то есть Ну когда дальше наносишь уже декоративную То не видно этого Но есть такое в нём В принципе вот на день Это не лишнее На ночь я не знаю Даже я редко на ночь им пользуюсь Обычно днём А на ночь я чаще пользуюсь Вот этим Верса Я в пустых баночках более подробно расскажу Но честно говоря Вот если вкратце ожидала я большего Должен этот крем давать питание хорошее Ну на деле так не происходит Не даёт он нужного питания От Polar SPF Это я на татуировки на руки наношу От Barbar Sturm Я взяла две сыворотки Одну успокаивающую И вторую с гиалуроновой кислотой Вот эту я на день обычно наношу А эту на ночь Потому что я переживала Что будут какие-то проблемы с кожей Взяла эту сыворотку Я пытаюсь её только по необходимости наносить Потому что вот эта полноразмерная версия Стоит она просто дофигища И пытаюсь как бы вот если нужно То наносить Если нет, то нет А гиалуронку вот эту каждый день наношу Ну классная Дальше дневной крем взяла от REN В принципе нормальный крем пользуюсь Больше мне нравится конечно от IT Cosmetics Вот это уже не первая далеко баночка Он такой гелевый Приятный, хорошо увлажняющий Никаких жирных плёнок Просто классный Гелевый увлажняющий крем на день Обожаю его Приятный запах у него Взяла ещё от Sander Rale С керамидами крем И взяла ещё одну штучку От Versed Это ночная маска Она отшелушивающая Но при этом она С гликолевой кислотой и молочной Но она мягенькая От неё нет никаких покраснений Воспалений Ничего Кожа себя хорошо чувствует И мне нравится её до очищения То есть до отшелушивания Если я переживаю, что с кожей что-то не так То там два раза в неделю Где-то я пытаюсь наносить Чтобы доочистить её Классная вещичка Тоже мне нравится она Ну вот и всё Сейчас приехали Киев фудмаркет Здесь красотица Вообще нереальная Люди даже на травке Сидят, кушают Здесь куча разных заведений Очень много цветов А вот там само здание фудмаркета Там мы сейчас пойдём И будем кушать Съели круассан Который нам дали в подарок Из-за того, что мои сырники Вовремя не принесли Теперь приехали в Икею И сейчас будем ходить смотреть Здесь можно надолго, конечно, зависнуть Много чего интересного И площадь просто огромная Офигенно просто Человек вообще первый раз в Икею Я в шоке Здесь и вещи бесят Ты сука стоит Обалдеть просто Нам нужно было не в Икею идти Сюда Тут бы мы весело провели время Это нужно А что нужно, это для души Сколько тут всего прикольного Блин, давай я в хоккей сыграю Ну пойдём Да не бойся, бейся Бейся Тебя забила Это провал Как бы начиналось всё не очень Но все же знают, кто батя в этом доме Я Как она сломанная просто Да, 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 да Все, забирай билетики свои выигранные Так а что с ними делаете? Меняешь на призы Я богата Обалдеть Готи, готи Считаю, всё-таки ты сегодня не погач, а не я Потому что мне кажется, мы теперь останемся здесь ещё на три дня А что мы возьмём потом за эти призы? Не знаю, что-то Я думала у нас много билетов Сходили в Икею, купили одежду, всё и сделали Но зато сейчас получим какие-то призы Ну, мы, как всегда, в последнюю минуточку все дособирали. Стоим сейчас, ждем такси. Вот оно подъезжает, я поеду в одно место, а Дима поедет в другое место. А потом мы как-нибудь встретимся. В шамплазе можно залипнуть надолго. Такие рыбы прикольные. Покажи вот тут, покажи вот тут. А вот там? В зеркальниках. Это вообще какая-то жесть. Это как будто свинья, от них рыба. Вон, акула по плаву. Нет, здесь по кругу кайдеть. А, болты можно. Вот синий. Смотри, какая. Маленькие, прикольные, красивые. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свой влог. Я начала его в поезде и закончу его в поезде. Мы уже на пути домой. Осталось всего каких-то 5 часов, и мы будем дома. Мы в таком небольшом купе, сидячем здесь в 3 места, и все 3 наши. Поэтому мы спокойно, с комфортом доберемся. Единственное, если бы здесь было немного более чисто. Но это уже другая история. Мы вчера обалденно просто провели день. Мы часа 4, наверное, гуляли по Икее. И потом мы пошли, играли в разные игры. Это вообще для меня такое открытие было, что мне это все дико нравится. Я выиграла в хоккей, и я решила, что мы обязательно должны туда вернуться и еще поиграть, потому что оно прям очень сильно нам понравилось. Сегодня мы в 12 выселились, потом Дима отвез чемодан на ЖД, оставил его там, а я поехала сразу в Ocean Plaza. Там еще были такие утиные истории, потому что мой таксист, он не говорил по-русски, и мы минут 40 выясняли, где он есть, а второй потом называл меня красавицей и спрашивал, есть ли у меня деньги. В общем, это какая-то жесть была, но в итоге все нормально закончилось. Конечно, времени это заняло немало и нервов тоже, но все хорошо. Я даже кое-что купила себе в Ocean Plaza и что мы еще взяли в дорогу. Мы в первый день попробовали просто невероятно вкусные булочки. Если будете в Киеве, обязательно попробуйте. Это вот такие булочки с корицей. Мне больше всего понравилась булочка с карамелью и с пеканом. Очень сладкая, но при этом очень вкусная. Так что или домой довезем, или может сейчас едим, потому что у нас есть приборы с собой. А теперь, пожалуйста, пару слов, как тебе наша поездка? Ну да, мне понравилось, в принципе, и много идти, в принципе. Здесь понравилось, в рамках же этого сала. Не стоит рассказывать эту историю. Нельзя это рассказывать, это нельзя. Вообще, надо забыть. Скорее всего, и все. Вообще, ну, не знаю, я как-то немножко обновился, вроде бы, что-то достроено, что-то достроено. В основном, это какие-то... и кафе, и рестораны, чтобы было много еды. Не, ну, мы не были, например, на тех же пущихонный мост, все это такое, ведь мы из-за упакованных времени. Я надеюсь, что вам был интересен такой формат видео. Если это так, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, чтобы их было больше. А у меня на сегодня все. А у меня на сегодня все. До скорой встречи. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. Класс. Вроде это вас будет в кейк вернуться.